И я представляю вам нашего ведущего Анастасию Игоревну Пахарукову, который же с нетерпением ожидает, когда же мы передадим ей слово. И, наконец, этот торжественный момент наступил. Анастасия Игоревна. Добрый день, коллеги. Сегодня мы продолжаем наш трек по переупаку. Я продолжаю рассказывать о том, как в разных форматах, с помощью разных программ и сервисов, можно представить вашу учебную информацию, так, чтобы она зацепила студента. На самом первом вебинаре я говорила про записи лекции, про то, что это хороший исходный материал, но он требует дальнейшей доработки. Видео, которое вы записали, нужно смонтировать, почистить звук, нужно его так или иначе оформить. Так, пишут, что пропал звук. Если звук есть, нажмите, пожалуйста, на значок огонька, чтобы я видела, что звук есть. Может быть, дело в том, что нужно будет перезагрузить браузер. Благодарю, спасибо большое. Если какие-то вопросы появляются по теме вебинара, вы можете писать в чат, я успеваю читать и на них отвечать. И сегодня расскажу о том, как создать комментированное видео, то есть уже смонтированное, обработанное видео, дополнить еще информации. Комментированным мы будем называть видеоролик, который сопровождается еще и текстом. Неважно, будет он интерактивный или неинтерактивный. Интерактивный текст и плюс видео дают нам в совокупности интерактивный видеоряд. Это тоже довольно модная и интересная тема, но примеров качественных интерактивных видеороликов пока что не так уж и много. Если этот текст неинтерактивный, титры, субтитры, какие-то пояснения, комментарии, то мы можем с помощью текста как раз улучшить наш ролик, дать дополнительную информацию. На одном, опять же, из предыдущих вебинаров этого трека я рассказывала о том, что есть разные модели восприятия информации. Кто-то лучше воспринимает визуально, кто-то аудиально, кто-то лучше воспринимает вербально. И как раз попытки синтезировать такой формат, который будет подходить для любого ученика, для человека с любым типом восприятия, и породили формат комментированного видео, который сейчас очень и очень популярный. Я думаю, вы видели множество примеров. Я покажу еще, наверное, десяток или даже больше во время этого вебинара. Ну а сейчас, как, в принципе, выглядит сам видеоряд. Любой видеофайл имеет в себе три разных типа информации. Это, собственно, видеодорожка, это звуковой ряд и это полоса тайм-кода, то есть время в секундах, в миллисекундах с начала видеоролика. Именно тайм-код обычно используется для того, чтобы сослаться на какое-то конкретное время в видеоряде, конкретное время видеоролика. Например, на YouTube с помощью ссылок на тайм-код делают интерактивное оглавление больших видеороликов. Теперь вот к этому слоистому пирогу из видеозвука и тайм-кода добавим еще один слой, и это будет текст. В этом варианте мы добавляем титры. Титры, по сути, являются графическим файлом, и они кладутся поверх видеоряда. Титры – это художественный прием. Здесь они важны сами по себе, и без титров этот видеоролик очень многое потеряет. Титры – именно декоративное украшение, может быть, смысловое украшение, да, и для них есть отдельная дорожка. Выглядят титры примерно таким образом, да. Здесь название видеоролика, и без этого названия сложно, да, каким-то образом обойтись, сложно его заменить на что-то другое. играет роль и шрифт, который выбирает автор, и местоположение, и тот момент видео, когда такие титры появляются сами по себе. Вот это тоже пример с титрами, уже видео из социальных сетей. Здесь рассказывают о том, как сделать такие фотографии с застывшей водой. И это тоже титры. Текст очень важен, без него, в принципе, инструкции не получится. Он художественно оформлен, подобраны цвета, подобран шрифт, подобранное расположение текста. Теперь поступим другим образом, и к видео-звуку и тайм-коду добавим текст, но как бы не поверх видео, а в привязке к тайм-коду. Мы получим субтитры. Субтитры привязаны четко ко времени. Они появляются строго в определенный момент. Например, если это у нас идет синхронный перевод, то фразы привязаны к субтитрам таким образом, чтобы когда начинал говорить, примерно через четверть секунды после начала речи актера появлялся перевод его слов. Эта задержка обусловлена особенностями нашего восприятия. Субтитры отличаются тем, что это информация служебная, дополнительная. Если отключить субтитры, ролик не потеряет своей художественной ценности, своей учебной ценности. Обычно субтитры выглядят вот таким вот образом. Кадр из фильма, и снизу идет подстрочник или художественный перевод этого самого текста. Но могут они выглядеть и вот так. Например, здесь имя корреспондента или имя человека на экране, должность организации, в которой он работает. Это тоже служебная информация. Зритель может без нее обойтись. Она привязана строго к определенному времени, к первому появлению человека на экране, поэтому тоже является субтитрами. Итак, разница. Титры – это важная часть ролика. Без него видео очень много потеряют в ценности. Это может быть название. Это может быть тот же самый коллектив авторов. Это тоже на самом деле важно. Если это учебное видео, то может быть формула, которая появляется на экране. Это тоже титры. А субтитры, наоборот, их можно отключить без ущерба вашей основной идеи. Это именно дополнительная информация, которая может быть включена, может быть выключена. Иногда по желанию человека, который смотрит. Иногда субтитры вшиваются так, что их отключить невозможно. И здесь важно понимать, если мы можем отключить без ущерба для информации, то это субтитры. Если не можем, то это, естественно, титры. Вот на экране сейчас пример. Видеоролик. На нем расположен текст. Так вот, если сейчас в этом ролике диктор рассказывает голосом то, что вы можете прочитать на экране, или даже более расширенную информацию дает, то у вас на экране субтитры. Их можно отключить. Если же ролик сопровождается только музыкой, а вся информация представлена только вот таким текстом на экране, то у вас титры. И их отключить из этого ролика нельзя. Их нельзя удалить. Ролик потеряет сразу более 50% той информации, которой он стремится передать. И еще один частный вариант. Когда мы добавляем интерактив. Интерактив – это отдельный слой. Он ложится не внутри видеоролика, а поверх него. То есть слой интерактива добавляется в видеоплеере, который его проигрывает, а не зашивается внутри файла. Интерактив привязан к тайм-коду, так же, как субтитры. Но это совершенно другой подход к информации. Самый типичный пример интерактива – это на Ютубе, когда в конце видеоролика появляется предложение посмотреть еще какое-нибудь видео с канала. Можно редактировать, можно менять расположение, можно предлагать один, два, три, несколько роликов, кнопку подписки на канал и так далее. И вот как раз поверх вашего видео эту интерактивную ссылку накладывает сам видеоплеер. Может выглядеть интерактивное видео вот таким образом, да, тоже плеер, видеоролик и сверху по тайм-коду, что легко видно в полосе прокрутки, добавлены некоторые задания, на которые нужно ответить. Это тоже такой вариант именно интерактива. Мы не будем особенно сегодня говорить о титрах и об интерактиве. Мы сосредоточимся именно на субтитре. Нам важна дополнительная информация. Мы должны понять, зачем нужно добавлять субтитры, почему нельзя обойтись просто смонтированным видео с хорошим качественным звуком, какую именно информацию можно показать с помощью именно субтитров. Поэтому отдельный разговор именно про субтитры в комментированном видео. Я расскажу, в принципе, для чего это нужно. Да, запись вебинара будет. Я вижу, что много вопросов об этом. Итак, для чего нужно комментированное видео, для чего нужны сами субтитры. Первая ситуация довольно простая. Качественную озвучку сделать сложнее, чем просто набрать текстом субтитры. А вы можете получить видеозапись лекции, смонтировать ее и понять, что качество звука довольно низкое. Есть посторонние шумы. Может быть, микрофоны были направлены так, что слышно преподавателя, но не слышно вопросов из залов. Или голос очень тихий. Может быть, даже просто повреждена звуковая дорожка. То есть, всякие ситуации бывают. И вообще, качественная озвучка часто недооценивается. Очень важно сделать хороший качественный звук. Где-то добавить фоновую музыку, где-то продублировать с помощью эффектов звуки, которые должны быть слышны более отчетливо. И звуковой монтаж сам по себе очень и очень сложен. Поэтому в некоторых случаях проще оставить некачественный непочищенный звук, так, как он есть. Но сверху положить уже субтитры, где добавить отредактированный текст, более яркий, короткий выразительный пересказ того, что происходит на экране, текстом прописать те реплики, которые плохо слышно на видеозаписи. То есть, в этом случае субтитры дублируют звук и помогают сделать его более качественным и более понятным. Следующая ситуация, когда вам могут пригодиться субтитры, это, конечно, синхронный перевод. Я думаю, таких вариантов вы видели множество. Фильмы, сериалы, когда мы смотрим, можно смотреть на языке оригинала и включать дорожку. Или наоборот, смотреть в переводе и включать дорожку, например, на английском языке для того, чтобы где-то понимать игру слов, где-то идиомы, где-то какие-то же организмы, чтобы не терять вот эту смысловую насыщенность. И в учебном контенте синхронный перевод тоже можно использовать, причем не только на уроках иностранного языка, но и в каких-то других ситуациях. Например, когда вы упоминаете первый раз какой-то термин, можно дать его расшифровку с переводом, например, от латинского такого-то слова произошло. То есть то, что вы не упомянули или решили не упоминать на лекции, или, может быть, вырезали это при монтаже, вполне можно перенести в субтитры, так же, как если бы это был как раз синхронный перевод. Следующая, третья ситуация – это дополнительная справочная информация. Как раз тут та ситуация, когда больше хочется видеть все-таки интерактивные субтитры, а не просто какой-то текст на экране, чтобы была активная ссылка, по которой можно перейти на сайт, где больше информации. Ссылка на домашнее задание, которое вы предлагаете ученикам и так далее. Можно разметить какие-то пояснения. Если вы упоминаете какого-то человека, то краткую биографию тоже можно разместить с помощью субтитров. Если у вас нет возможности сделать интерактивное видео, а вы хотите предложить студентам перейти по какой-то ссылке, то в качестве субтитров вполне доступно размещение или сокращенной ссылки, которую легко набрать, в которой меньше символов, или QR-кода. QR-коды, мне кажется, это один из самых удобных вариантов. Такой код занимает мало места на экране, не отвлекает внимания от самого видео, и легко навести телефон, щелкнуть и перейти по ссылке. Если на телефоне нет специального приложения, которое распознает QR-коды, то у большинства студентов, я более чем уверена, стоит приложение ВКонтакте, и как раз с помощью камеры ВКонтакте можно прочитать любой QR-код. К тому же это приложение распознает цветные QR-коды, то есть можно с помощью цвета еще разграничить информацию. Вот по этому ссылку, по зеленым ссылкам, вы перейдете на дополнительную информацию, по красным ссылкам домашнее задание, а по синим, например, какой-то видеоролик, который не обязательно, но желательно просмотреть. Следующая, четвертая ситуация – это учебный контент, который вы публикуете в социальных сетях. В социальных сетях у большинства включено автовоспроизведение, то есть когда люди листают ленту, видеоролик начинает воспроизводиться автоматически. И он автоматически воспроизводится без звука. Если кто-то заинтересовался, он может включить звук, но большинство начинает смотреть видео без звука, и только уже потом, ближе к концу просмотра, могут включить сам звук или начать видео, смотреть с самого начала, уже с включенным аудио. Но, опять же, тесты, да, изучение поведения пользователя говорит о том, что процентов 60 смотрят видеоролики в социальных сетях без звука. В этом случае субтитры просто-напросто обязательны. Без них сложно передать какую-то учебную информацию. Художественный видеоролик, да, можно посмотреть и без звука, и без субтитров. Выразительные кадры, мимика, жесты актеров могут о многом рассказать сами по себе. Но если это информационный, новостной, обучающий ролик для соцсетей, то без субтитров обойтись очень и очень сложно, а лучше вообще так не экспериментировать и сразу автоматически субтитры добавлять. Ну и последний, пятый вариант – это частный случай. Это алгоритмы Ютуба. Когда вы публикуете какой-то ролик на канале Ютуб, у вас очень мало текста. Это заголовок и описание, может быть, хэштеги. Этого мало для того, чтобы найти наилучшим образом подходящее видео по какому-то запросу пользователя. Но если в ролике будут субтитры, даже автоматически созданные, а еще лучше созданные вручную, то их Ютуб будет использовать при поиске и сможет предложить самые подходящие видеоролики. Для вас это, соответственно, означает то, что ваши видео скорее найдут и посмотрят большее число человек. Ну а поскольку используют Ютуб субтитры для поиска, то логично предположить, что их же используют и Google, когда студенты ищут видеоролик по какой-то учебной теме, с большей вероятностью они найдут именно ваше видео, если у него будут качественные подробные субтитры. Так, ну и сейчас про субтитры. Что бы я хотела сказать в заключение, прежде чем мы перейдем уже к конкретным примерам и попробуем обсудить, как они должны выглядеть. То есть у тех людей, которые профессионально занимаются созданием субтитров, а это действительно есть такая профессия, например, субтитры нужны для фестивального кино. И есть определенный свод правил, по которым эти субтитры пишутся. То есть в статьях, в книгах по созданию субтитров, прямо там до 1-12 долей секунды, как должны располагаться реплики по отношению к звуку, как правильно показывать шумы, чтобы тоже человеку, который не знает языка, который, может быть, не слышит то, что происходит на экране, чтобы он понимал, что именно хотел передать автор. И это действительно вот прямо отдельная профессия, которая требует внимательности, аккуратности и терпения, потому что к тайм-коду очень аккуратно, действительно, каждая секунда имеет значение, как правильно вы привяжете очередной текст. Даже есть прямо такие приемы, как правильно показать субтитрами текст на экране, когда посреди диалога актер говорит что-то совершенно неожиданное для собеседника. Это нельзя показать сразу, чтобы зритель не прочитал и не получился спойлер. И вот как правильно в этой ситуации кинуть какую-то неожиданную реплику. Очень интересно на самом деле. Но обычно, когда мы видим какие-то любительские субтитры, они могут выглядеть вот таким вот образом, да, перекрывая часть экрана, может быть, не очень аккуратно, зато с дополнительными пояснениями. Я хотела найти, но не смогла пересмотреть, к сожалению, сразу несколько сезонов, для того, чтобы найти субтитры, которые занимали пять-шестых частей кадра, потому что переводчик решил в какой-то момент объяснить сложную лингвистическую шутку. И когда мы смотрим вот видео не в кинотеатрах, а вот так дома, на экране монитора, на ютубе, мы всегда можем поставить на паузу и прочитать текст. Если нам начнут мешать такие подробные субтитры, мы сможем включить другую, менее подробную дорожку субтитров или отключить их вообще. Поэтому субтитры, обучающие видеоролика, не требуют вот такой внимательности, такой аккуратности и такого следования международным стандартом создания субтитров. Но это не значит, что нет совершенно никаких правил. И именно о правилах работы с субтитрами мы сейчас с вами поговорим, как правильно написать на экране, как сделать так, чтобы они были читаемы, как сделать так, чтобы субтитры были удобны для ваших зрителей. Сейчас будем работать следующим образом. Я покажу вам на экране пример кадра, наложенный сверху субтитрами, а вы напишите мне, пожалуйста, в чат, что не так, что первое бросается вам в глаза. Мы обсудим и подумаем, как улучшить такой кадр, как изменить субтитры, чтобы они были более читаемы. Итак, что не так в этих субтитрах, что первое бросается вам в глаза. Пример практически реальный. Это кадры из документального фильма и текст об истории города, наложены друг на друга. В принципе, такие же субтитры были сделаны на Ютубе к этому фильму. Сейчас просто я разобрала их на части и демонстрирую вам по частям. То есть пример более чем реальный. Неверное расположение. Они мешают просмотру картинку, закрывают, отвлекают от рассмотрения видеоряда. Значит, первое, что бросается нам в голову, это то, что субтитры расположены неверно. Большая часть того, что происходит в кадре, находится в центре его или вокруг центра по нескольким ключевым точкам. И, конечно, вот такое расположение субтитров очень сильно мешает. Передвинем, пожалуйста, ниже. Это не так сложно. Что теперь не так в отношении расположения? Да, с шрифтом я совершенно согласна. Про него поговорим немножко позже. Сейчас конкретно про расположение. То есть я передвинула ниже. Вроде бы все в порядке. Или все-таки по-прежнему что-то не так? Так, неровный текст, слишком кучно, много строк и не по центру. Разные варианты. Вот сейчас в этом расположении, вот именно если говорить про расположение, да, четыре строки, это ужасно, я согласна, сейчас текст располагается слишком низко. Он не должен вот так вот прилипать к нижнему краю. То есть его нельзя располагать посреди кадра, но и вот настолько низко опускать тоже нельзя. Он не должен прилипать вот именно, да, правильно. Он может съесться частью плеера. Если это YouTube, то когда появится строка просмотра, она просто закроет часть субтитров. Поэтому все-таки располагать надо немного выше. Я передвинула выше. Только видео сейчас с черной полосой. Сейчас что не так? Нет. А если говорить про видео с черной полосой, то тут нужно иметь в виду, что черные полосы в исходном видео, то есть у вас есть уже готовое видео, и сверху вы накладываете субтитры. Сейчас YouTube может отображать хоть квадратное, хоть узкое вытянутое видео, без всяких черных полос. То есть если только сразу, видео с черными полосами. Так, лучше уж тогда на черном поле одной строкой. Да, если у вас видео с черной строкой, нельзя располагать субтитры так, чтобы часть была на черной полосе, а часть была на кадре. Лучше всего, конечно, полностью располагать на черных полосках. Если нет такой возможности, то полностью располагать на кадре. И так, и так одновременно делать нельзя. Подведем итоги правила расположения субтитров. Снизу кадр так, чтобы не занимать, не загораживать центр, но при этом к нижней границе, конечно, прилеплять нельзя. Если черные полосы, то мы стараемся текст разместить именно на них. Так, хорошо. Давайте посмотрим дальше. И следующая ситуация. Я поправила шрифт, чтобы теперь вы не переживали за него. Субтитры расположены снизу. Шрифт более подходящий. Что теперь не так? Что в этом кадре творится с субтитрами? Почему они написаны неверно? Так, слишком мелко, цвет не по центру. Сливается не на уровне глаз. Они не могут быть на уровне глаз, потому что на уровне глаз-то по центру экрана, значит, они загораживают видео. Так, левая центровка прилеплена слишком в углу. Итак, как я уже говорила, то, вокруг чего строится кадр, вокруг чего строится композиция видеоряда, это центр и несколько ключевых точек вокруг. То есть видеокадр вообще мы начинаем рассматривать с вертикальной оси симметрии. И когда наши глаза двигаются по кадру сверху вниз, мы ожидаем, что и субтитры, что те же будут находиться в том же самом месте, так, чтобы его было удобно изучить. А вот в этой ситуации нам приходится прыгнуть глазами в левый нижний угол. И это, конечно, неудобно. По уму, конечно, нужно располагать субтитры вот таким образом, так, чтобы они были не только снизу, но и располагались именно по центру кадра. И как раз в этом случае используется выключка по центру. То есть мы выравниваем текст по центру. Если мы его выровняем по правому краю, по левому краю, то зрителю придется слишком сильно двигать глазами. Это неудобно, это, конечно, отвлекает. Задача субтитров – давать дополнительную информацию, не отвлекая от просмотра видео. Если мы выровняем по ширине, то будет еще тяжелее смотреть, потому что будет неровное расстояние между словами. И тем более уж если будет от края до края. Точка в конце предложения обязательно. Да, в этом случае точка в конце предложения обязательно. Это не заголовок, это именно основной текст. То, что произносит тиктор, дублируется субтитрами. Поэтому да, я считаю, что точка в этом случае обязательно. А если на экране у нас располагается не просто какой-то абстрактный текст, а диалог между двумя персонажами? Мы обозначаем диалог с помощью длинного тире в начале строки, для того, чтобы понять, где чья реплика. Это из-за социальных сетей точка «режет глаз». На самом деле я долго училась не ставить точки в конце предложения, когда нужно было написать, что в социальных сетях, особенно когда работаешь с оголовками, со списками и с перечислениями. Поэтому я прекрасно понимаю, что после лет 10-15 жизни в социальных сетях все знаки припинания начинают немножко мешать и путаться. Да, я понимаю, что шире цвет «режет глаз». Мы до них еще доберемся сейчас, пока разбираемся вот именно с расположением. Предлагает выравнивание по левому краю. Вот вариант выравнивания по левому краю. Действительно, такой вариант тоже может быть. Так удобнее читать диалог, потому что у нас есть опорный левый край. Но при этом все равно нужно располагать строчки так, чтобы они группировались вокруг центра кадра. Так, можно выделить разным цветом. Можно, но не нужно. Про цвет мы тоже поговорим, и я объясню, почему не стоит использовать разные цвета. Неправильно ставить точку в конце, так как кадр как плакат. Конечно, потому что сейчас вы видите на экране просто скриншот, просто один кадр. Когда это идет видеороликом, когда кадры сменяют друг друга, то есть представьте, за то время, пока зритель читает вот эти вот три строки текста, на экране успевают смениться три кадра. Плюс параллельно еще идет музыка, голос диктора и звуковые эффекты. И впечатление совершенно... просто совершенно другое. Видео вообще тяжело воспринимать как череду скриншотов. Именно в том, что оно движущееся, в магии движения, в магии смены и стыковки разных кадров, и есть его особое очарование. Так, кавычки. Вопросы с кавычками. Кавычками обозначают, ну, в таком случае это может быть какой-то диалог в прошлом, может быть, о чем-то человек подумал, да, может быть, прямая речь внутри прямой речи. Но поскольку то, что происходит на экране довольно динамично, мы видим его здесь и сейчас, то и диалог мы оформляем обычно так, как будто он происходит здесь и сейчас, с помощью длинного тире. И действительно, кавычки сильнее сливаются с текстом, в то время как длинное тире сливается с текстом в меньшей степени. Так, давайте подведем итоги нашей небольшой дискуссии. Субтитры нужно выравнивать по центру. Это удобнее для человека, который просматривает. Ему не приходится сильно двигать глазами по сторонам. Поэтому в этом случае выравнивание по центру один из тех немногих случаев, когда оно оправдано. Я, в принципе, не очень люблю выравнивать текст по центру, но для субтитров это самый оптимальный вариант. Если у вас диалог на экране, то вы обозначаете реплики с помощью длинного тире, желательно именно длинного по возможности, да, и текст можно выравнивать по левому краю, но сам текстовый блок нужно располагать по-прежнему вокруг центральной оси кадра. То есть можно, но не обязательно. Смотрите, как вам удобнее. Так, следующая ситуация. И здесь мы как раз поговорим с вами про длину строк и про их количество. Нет, курсив тоже не стоит использовать. Опять же, сейчас дальше немножко поговорим про сам шрифт и объясню, почему курсив тоже нежелатель в этом случае. Итак, очередной кадр, очередные субтитры. Да, совершенно правильно. В две строки. Даже три строки – это уже слишком много. Вы совершенно правильно писали с самого начала, что количество строк нужно сокращать. И оптимально это действительно расположить весь текст в две строки. Но если я сделаю вот так вот, мне кажется, что намного лучше не стало. Почему? Потому что сейчас в строчках слишком много символов. Длинная строка, опять же, отвлекает и мешает зрителям пробежать ее глазами. То есть сама строка слишком длинная. Да, субтитры не предназначены для таких длинных фраз. И если у вас большой текст, то его лучше разбить на несколько порций, на несколько субтитров. Посмотрите, я разбиваю сейчас вот этот текст на два отрывка. В первом у меня будет одна строка. И если у вас на экране одна строка, то она должна находиться в самой нижней позиции. То есть не верхняя из двух возможных, а наоборот нижняя из двух возможных. И дальше следующий текст уже располагаю в две строчки. Причем если вам нужно подумать, как лучше разбить предложение, прочитайте его вслух и отметьте то место, когда вы набираете воздух. Вот именно в этой точке лучше всего разбить длинное предложение на два разных субтитра. Так, и если вы разбиваете по знаку припинания, по запятой, по двоеточию, то так и оставляете. Ничего лишнего не нужно. Просто следующий субтитр начинаете с маленькой буквы. Если вы разбиваете не по знаку припинания, то лучше вообще не ставить никаких знаков припинания. Тем более не ставьте многоточие. В субтитрах это только мешает. Прямо вот просто так режьте по-живому. Ничего страшного. Пусть лучше будет так, пусть лучше будет неправильно с точки зрения русского языка, но удобнее для ваших зрителей. И лучше перевести фокус на сами наличники, о которых идет речь. Ирина, напишите мне, я вам скину самый оригинальный фильм, потому что сейчас, конечно, субтитры видеорезу не соответствуют. Если интересно, я покажу, в принципе, как это выглядит на Ютубе с уже правильно расставленным субтитрами. Так, опять же, итоги. Субтитры мы пишем максимум в две строчки. Длина строк не должна превышать двух третьих кадров. Если у вас большое предложение, то его лучше разбить на несколько экранов. А еще лучше подредактировать текст и сократить его, переоформить так, чтобы этого делать не пришлось. Хорошо. Я ближе к концу зайду на Ютуб и скопирую ссылку на ролик. Так, ну и последнее, о чем хочу поговорить, это как раз цвет, шрифт, обводка, тени, курсивы, жирность и так далее. Какой шрифт мы выбираем, как мы его используем. Вообще, что касается выбора шрифта, здесь с субтитрами все очень просто. Это что-то максимально стандартное и распространенное шрифт не должен отвлекать на себя внимание. Никаких засечек, никакой декоративности. Поэтому никаких курсивов. Это Риал, это робота, это вот какой-то такой максимально простой вариант. И без жирности обойтись очень и очень сложно. Нужен довольно насыщенный шрифт, то есть это болт, блэк, в крайнем случае 7 болт, но нежелательно. Желательно 800-900 жирность выбирать. Да, сейчас, конечно, совершенно ничего не видно, потому что не подходит цвет. Черный сливается. И лучше выбрать какой-то другой вариант. New Roman без засечек, да, питем, да? Times New Roman, если вы его видите ввиду засечками, если какой-то без Times New Roman, я не знаю, как он выглядит. Calibri, да. Calibri может подойти. Arial, это типичный вариант переводчиков. Тем более у Arial есть хорошая насыщенность. Arial Black, он для этого подходит. Давайте я поменяю цвет. Стало ли лучше, вот на ваш взгляд? А теперь представьте, что у вас еще кадр подвижный, то есть камера меняется, появляются более темные, более светлые участки, и поэтому ни черный, ни белый цвет в нашем случае вообще, в принципе, не подходит. Посмотрите, вот здесь вот на окнах буквы просто сливаются с белым цветом рамки. Да, можно изменить ситуацию. Есть целых два способа, как сделать субтитры более читаемыми. Ядовитое не надо, оно как раз здесь не подойдет. Фон или контур. Итак, вариант первый действительно. Мы добавляем к шрифту обводку, контур текста. Здесь нужно смотреть внимательно на буквы А, Е, так, чтобы обводка не слипалась между собой. То есть вот здесь, например, в шрифте, если вы посмотрите на Е, то вы увидите, что черная обводка слипается друг с другом. Например, в шрифте робота таких проблем нет, и в Эрере тоже таких проблем нет. Именно поэтому используются стандартные варианты. То есть типичная ситуация, это когда вы берете белый цвет шрифта и черный контур обводки. А еще лучше светло-серый цвет шрифта и темно-серый контур обводки. Во-первых, вы немножко снижаете контрастность, чтобы они не резали по глазам. Во-вторых, в видео вряд ли попадутся настолько контрастные фрагменты, и субтитры будут их забивать как раз своим контрастом. Поэтому лучше брать светло-серый фон и темно-серую обводку. Центурикотик, синий, желтый цвет текста. Желтый цвет текста тоже используется. И вот как раз желтый – это, наверное, один из тех немногих вариантов, когда можно использовать второй цвет. То есть вы можете какое-то слово выделить желтым цветом, оставив такую же на серую обводку для того, чтобы привлечь к нему внимание. Полностью желтый, мне кажется, не самый хороший вариант. Да, действительно, полностью желтый будут бить глаз. А вот если какое-то одно слово нужно выделить, тогда можно использовать желтый. Остальные цвета, мне кажется, подходят намного меньше. Да, здесь сам по себе очень сложный кадр, потому что кирпичи. С кирпичами вообще субтитры очень-очень тяжело. Так, Центурикотик. Да, вопрос про, насколько подходит этот шрифт. Центурикотик, да, он без засечек. Его можно поставить жирным, но сейчас я посмотрю, насколько у него будет сливаться обводка. Ну, в принципе, можно, да, можно попробовать. Вроде бы обводка не сильно сливается с остальным текстом. Особенно буква Е достойно выглядит. Да, в принципе, хороший вариант. И буквы А простой формы можно попробовать. Центурикотик, мне кажется, этот вариант подойдет. Так, да, и окно еще белое. Поэтому вот второй вариант на выбор. В каком-то случае лучше использовать вариант действительно с подложкой. В этом случае полупрозрачная подложка. Здесь я взяла автоматически темно-серую. Надо было все-таки взять черную, прозрачную, что на 60%. Слишком светлая подложка у меня получилась в этой ситуации. И полностью белый текст на нем. Опять же, тоже все-таки простой текст, хотя раз нет обводки, то нет необходимости смотреть, слипаются ли буквы А и Е. То есть в этом случае с кирпичами, конечно, лучше выбрать вариант с подложкой. Опять же, такой вариант автоматически предлагают YouTube. Если вы вставляете субтитры, автоматически они пишутся на подложке. Да, согласна. В этом случае с подложкой лучше. Опять же, слишком светлый сам по себе кадр. Если кадр темный, на него еще темная подложка, то это выглядит не очень. Если у вас темное видео, там, хоррор-муви, ужасы физики в девятом классе, тогда лучше все-таки без подложки. Неблагородно. Да, здесь, мне кажется, нужно смотреть от каждого конкретного случая. Если у вас более спокойный фон, то вариант, наверное, без подложки будет, конечно, аккуратнее. Я видела еще варианты, когда используют не обводку, а используют тень для того, чтобы поднять, вот именно визуально приподнять текст от самого кадра. Тоже вариант, который в некоторых случаях можно попробовать, но именно на видеоряде, мне кажется, не самым лучшим выбором. Если подложка, наоборот, будет светлой, белая подложка и черный текст, да, тоже вариант имеет право на существование, но тогда субтитры будут привлекать к себе больше внимания, и тогда их все-таки, они уже станут не субтитрами, а титрами, то есть очень важной частью. Если вы делаете видео для социальных сетей, которое, в принципе, не может существовать без субтитров, потому что многие смотрят его без звука, конечно, тогда можно использовать и светлую подложку, черный текст, и выделение синим, и так далее. То есть вот эти классические варианты, которые я вам высказывала, это классический вариант для учебного видеоролика. Если видео идет для социальных сетей, там и шрифт можно использовать более декоративный, и цвета можно использовать более яркие, потому что для социальных сетей все-таки это не субтитры в чистом виде, это, наверное, нечто среднее между титрами, смысловыми текстами и самими субтитрами. Так, если подложка... Так, можно свечение текста, контрастно, подсветка, такой же вариант примерно, как с тенью, не самый лучший вариант. Фактически, если вы делаете подсветку серой, черной, то это та же ситуация, что и с тенью, а цветной делать ее однозначно не стоит. Любой цвет отвлекает. Субтитры вообще, в принципе, уже придумывались, создавали для художественного видео, и какие-то введения каких-то дополнительных цветов может сломать замысел автора. Поэтому и принято использовать их в черно-белом, в темно-сером-светлом варианте. Опять же, наши с вами ученики, которые смотрят очень много сериалов, очень много фильмов, они привыкли видеть субтитры уже такими. А привычка говорит о том, что субтитры они читают уже на автомате. А если они на автомате читают учебную информацию, которую вы показываете с помощью субтитров, зачем им мешать? Они же молодцы. Так, ну и в завершении несколько слов я хочу сказать о программах и о сервисах, в которых вы можете создать субтитры. Вообще, большинство программ, большинство сервисов, подавляющее большинство, естественно, имеют инструменты, которые помогут создать субтитры. Где-то эти инструменты более удобны, где-то менее удобны. В каких-то программах субтитры и титры различаются, в каких-то нет вы совершенно свободны в своем творчестве. Первая программа, о которой мы обычно говорим, это видеопад. И у меня для вас неприятная новость. Видеопад больше не бесплатный, поэтому, наверное, последний вебинар, в котором я что-то показываю, как в нем сделать. Можно скачать старую версию, по-прежнему бесплатную, но это уже совсем не то. С текущей, более современной версией, которая поддерживает более современные форматы, теперь только в демо-варианте. Если вы еще не успели обновить доплатные версии, если вы собираетесь продолжать пользоваться теми вариантами, которые были бесплатными, то вот здесь, в главном окне программы, сверху у вас есть две кнопки «Добавить текст» и «Добавить плашку». То есть текст просто субтитр, а правый вариант – это субтитр с подложкой на плашке. Таким образом называется. Вторая программа, которую я вам показывала, это «Шоткат». Здесь, ну, я не могу рассказывать про «Суббегас», да, я его нежно люблю, но не у всех он лицензионный, поэтому я его так аккуратно пропускаю. Я рассказываю про те программы, которые действительно бесплатные, которые можно вот так вот скачать и пользоваться ими свободно. И в противном случае я бы рассказывала вам, как прекрасно делают титры в Adobe Premiere, когда они добавили последнюю версию, и это все стало намного-намного удобнее. Итак, программа «Шоткат». Точно так же главное окно программы. Титры добавляются сюда двумя способами. Первый вариант – это субтитры, привязанные к конкретному видеоклипу. Они добавляются как фильтр, то есть вот здесь вы выбираете инструмент «Фильтр», ищите фильтр, который так и называется «Текст», и пишите то, что вам нужно показать на экране. Они будут находиться на экране, пока будет проигрываться этот видеофрагмент. Если вам нужно сделать субтитры, которые меняют друг друга по реприкам, вам придется нашинковать этот видеоклип на кусочки. К каждому кусочку применить отдельный фильтр. Если же вам нужно сделать титры, свободно располагающиеся на экране, то нужно вот здесь вот вторая слева кнопка «Открыть другой», щелкнуть и выбрать вариант с добавлением текста. Вообще, чтобы не отнимать время у нашего вебинара, вы можете перейти по вот этой ссылке. Это статья очень подробная о монтаже в программе «Шоткат». В том числе есть отдельная глава, посвященная как раз разным способам создания титров, субтитров, вареных знаков, логотипов. Еще одна программа – это DaVinci Resolve. Он по-прежнему остается бесплатным и доступным для нас с вами. Здесь для того, чтобы добавить титры, нужно перейти в раздел, который называется «Effects Library», «Библиотека эффектов». И тоже титры добавляются как эффекты. Можно наложить их сверху на видео и сделать по длине так, как нужно. То есть, несмотря на то, что они добавляются в библиотеке эффектов, они также создаются как отдельный видеофайл, который можно положить выше. Так, ссылку в чат на текстерзу. Сейчас я выделю. Это по программе «Шоткат». Это уроки «Теплицы» по программе DaVinci Resolve. Здесь по этому тегу у них собрано несколько интересных уроков. Тоже можно посмотреть. В том числе про то, как работать с титрами. Тоже есть информация. Следующий сервис – это YouTube, про который, естественно, нельзя пропустить. И обязательно нужно сказать хотя бы пару слов. Вам нужно открыть творческую студию YouTube для того, чтобы добавить субтитры без всяких монтажных программ. Вы просто выбираете один из загруженных роликов, нажимаете кнопку «Редактирование». И вот здесь вот у вас снизу есть раздел, который так и называется «Субтитры». Вот у меня к видеоролику. Есть субтитры, которые YouTube создал автоматически, распознал текст. Мне они не понравились. Поэтому я сделала свой вариант субтитры вручную. Вот сам фильм. Нет, это только ваш ролик, который вы сами загрузили на канал. Да, вы можете, по идее, его скачать, перезагрузить на YouTube и тогда добавить к нему титры. Вот здесь они привязаны ко времени. Можно сразу смотреть, в какой момент они появятся на экране. Можно просто скопировать текст, если у вас есть текстовая расшифровка, вставить сюда, в окно редактирования на YouTube. И потом уже аккуратно, при необходимости, разбить по времени. И здесь же можно добавить интерактивные врезки, точно так же в студию YouTube. Как вы видите, когда вы открываете окно редактирования ролика, именно редактирование уже, а не субтитры, вам предлагается несколько дорожек. Само видео, звук. Ниже можно добавить размытие, если вам нужно, например, спрятать какую-то часть ролика, размыть какую-то часть изображения. А вот самая последняя, четвертая строка, это как раз добавление интерактивных ссылок. Когда вы кликаете на плюсик, вам предлагают варианты. Вставить какое-то видео, вставить ссылку на плейлист, на канал, на подписку. В принципе, все довольно просто. Здесь легко разобраться, но главное знать о том, что такая возможность существует. И последний сервис, который я хочу показать, это тоже веб-сервис. Он называется Супа. Это такая канва для видео. И в нем можно создавать слайд-шоу с текстом, можно фотографии, можно видеоролики сюда загружать. У вас есть большое окно, в которое вы размещаете ваше видео. Сейчас зеленая рамка, выделена как раз таймлайн, как в монтажных программах, где можно двигать слайды, двигать время появления титров на экране. И если вы щелкнете по любому тексту на этом фиолетовом фоне, то справа у вас появится окно редактирования. Здесь можно изменить шрифт, подобрать цвет, добавить какие-то анимационные эффекты. Тоже можно работать на бесплатном тарифе, но будет водяной знак самой Супы. Если вы хотите узнать о том, как работать с этим редактором, то вот здесь у нас есть такая небольшая, но в принципе довольно понятная инструкция. Да, есть бесплатный тариф, точно так же, как в Компе, но водяной знак будет у вас на экране появляться. В принципе, это все, что я хотела рассказать вам про комментированное видео, про разницу между титрами и субтитрами, про правила их размещения. На самом деле, это действительно очень мощный инструмент, с помощью которого вы можете делать ваши учебные ролики, ваш образовательный контент еще более полезным, еще более насыщенным информацией. Какая программа самая простая или какой сервис самый простой? Что касается программ, то шоткат из того, что я показываю, он самый простой. У него единственная проблема – он немножко нестабильный, он периодически вылетает, то есть там нужно почаще сохраняться. Да, эти ссылки, конечно же, есть в том документе, который вы скачаете. И в качестве примера, то, что мы с Ириной Громовой говорили, сейчас я скину ссылку как раз на тот ролик. Это документальный фильм, он рассказывает про историю в нескольких домах из самого города. И в него как раз вшиты субтитры, которые я делала кучную. Вы можете посмотреть, как они выглядят на YouTube, как они расположены по времени. Спасибо вам за активное участие. Мы сегодня с вами очень благотворно пообщались, обсудили много интересных моментов, которые касались субтитров. Я вижу, что сертификаты уже сформированы, поэтому приглашаю Татьяну Викторовну. Пожалуйста, выйдите к нам и расскажите, что делать уже участникам нашего вебинара дальше. Спасибо. Спасибо. Поблагодарить всех, кто сегодня был с нами. На этом наша часть вебинара завершается, и мы можем попрощаться с теми, кто будет смотреть нас. Субтитры поплашал на моем канале.